Всем привет! У нас опять дождь. Как у вас там с погодой? Надеюсь у вас все лучше. Все никак к нам Весна нормальная, не приходит. Каждый день почти дождь, я не знаю. Но не об этом. Куда я собралась опять? Опять я вещаю вам из машины. А собралась я в Маршаллс. Помните, я вам на днях как-то говорила, что у меня заканчивается тонер. И вот собственно сегодня он прямо закончился с утра. Поэтому поеду в Маршаллс, поищу свой тонер. Может быть возьму какой-нибудь другой для разнообразия. Хотя мне этот нравится. Он какой-то кокосовый. Ну, я не скажу, что он какой-то там знаменитый, там супер-мега. Но короче, нормальный. И еще я хочу посмотреть себе на весну, на осень. Как бы тут же можно и зимой. В принципе, туфли. Но такие туфли не на каблуке, ничего. Просто вот такие типа лоферы или что-нибудь в этом духе. Потому что иногда одеваешь, не знаю, юбку еще ладно, допустим. Да, с юбкой нормально. Можно кроссовки надеть. А с платьем в принципе тоже. Но не со всяким платьем можно надеть кроссовки. Поэтому хочу какие-то более-менее такие элегантные туфли найти. Универсальные. Чтобы можно было совсем с чем хочешь надеть. Но при этом, чтобы они были комфортные. В общем, такая у меня задача не из легких. А то кроссовки, честно говоря, уже не то, что надоели. Но их столько разных, что хочется какого-то разнообразия в жизни. Поэтому поищу туфли себе. Ну и так, может быть, что-нибудь, если посмотрю. Уже давно, кстати, в Маршалсе не была. Поэтому узнаю, что там новенького появилось. Может быть, что-нибудь интересное появилось. Так что поехали со мной девочки и мальчики. Приехала в магазин. Вот он, Маршалс. Сижу в машине и думаю, бежать, не бежать. Наверное, придется бежать. А что делать? Капюшона нету в джинсовой куртке без капюшона. Побежали, побежали. Давайте возьмем маленькую тележку, чтобы осеннее разгоняться. Посмотрите, сколько здесь красоты. Это все Квасхи весенние. Ой, какая красота, ребята. Но мы сейчас ничего этого покупать не будем. Потому что если у нас в ближайшее время будет переезд, то все это тащить зачем? Ой, смотрите, какие красивые платья для девочек. На Пасху наряжаться. Ой, красота какая, ребята. Посмотрите, какая прелесть. Вот это просто шикарное. Какое красивое кружево. 20 долларов все стоит. Смотрите, какие классы. Зато здесь есть наборы для патио. 700 долларов. Вот такой набор. Этот 500 долларов. Ну что, неплохо. Кстати, у нас же там будет breakfast area. Нам нужен будет круглый стол. Вот смотрите, круглый стол. А, но это тоже для наружи. Господи, что здесь пищит? Он деревянный такой. 600 долларов для тоже патио. Я думала, что это для дома. Вместе со стульями, между прочим. Вот тоже неплохой набор. 800 долларов. Ротанговый. Тоже со столиком. Классный. Ой, вот какой симпатичный. 500 долларов. Они тут все немножко переделали, переложили. Знаете, что еще хотела заменить? У меня лопатки. Есть вот такие, но побольше размером. Ну, типа вот такие. Они классные, но вот у некоторых уже, знаете, вот эти вот края порвались. И мне нужны... А я им хорошо блинчики переворачиваю. Но мне нужна не такая, а вот она есть такая, знаете, скошенная в другую сторону. Не вот в эту сторону, а вот в эту. Что-то типа, знаете чего? Что-то типа вот такой. У нее очень тоненький краешек. И вот он как раз порвался. Но им очень хорошо поддевать блины. Но мне вот набором не надо, потому что вот эта мне не нужна. Мне нужна просто отдельная вот такая лопаточка. А я в Таргете покупала, но что-то в Таргете сейчас почему-то нету их. Они Таргетовского бренда. Вот такое вот. Тоже, видите, набором вместе с венчиком идет. Вроде бы много всего, да? Но отдельно ничего нету. Ну вот. А, нет, тоже с венчиком. Вот такую мне лопаточку надо. Но только не деревянную. У меня там цельная она, знаете, такая силиконовая. Ну, как вот эта вот ровно. Примерно. Она чуть пошире, но такого же типа. Так, о, здесь еще много их. Но одни и те же, да? Примерно. Примерно все одинаковое. Вообще красиво было бы иметь набором красивым. Вот тоже, видите, идет сразу с этим, с венчиком. Вот зачем мне венчик? Мне нужна просто лопатка. Вот, кстати, просто лопатка. Вот я про вот это говорю. Ну-ка, давайте какие-то в порядке наведем. Чтобы они туда повесили. Сейчас. Вот типа такой. Вот, собственно, мне примерно такая и нужна. Так. Они все одинаковые формы, да? Ага. Так. Стоит оно 4 доллара, да? Ну, давайте возьмем пока что. Другой пока не вижу. Конечно, красивее было бы какого-нибудь приятненького цвета. Но не вижу пока другой. Здесь еще какие-то есть. Ну, тоже набора. Мне вот одна нужна. Ну, максимум вот таких две. Одинаковых. Потому что иногда бывает одна моется, а одна моется. Спросили в этом. В посудомойке. А одной работаешь. О, кстати, вот есть киченейт. Лопатки. Но они тоже все такие. Вот они киченейт. Здесь, боюсь, вот это выпадет. Хотя не знаю. Киченейт, кстати говоря, неплохие должны быть. Но они все вот такие вот. Блины не очень удобно им поддевать. Для блинов вообще надо какую-нибудь длинную, да, такую. Вот еще симпатичная есть. Но вот я не знаю, можно ли ее посудомойки мыть. Потому что она деревянная. Вот здесь ручка. Но выглядит неплохо. Вот эта мне-то, наверное, нравится. Ну, не знаю, отвалится, не отвалится. Я тоже считаю, доллара стоит. Ой, ладно, возьму вот эту. Хотя вот здесь можно, наверное, прочитать. Можно. Нет, можно только мыть руками. Руками я нормально могу, в принципе, посуду. Другое дело, что вот эта отвалится, или ручка от ручки. Но симпатичная, правда? И такая довольно длинненькая. А внутри что? Внутри дерево, что ли? А, слушайте, вот это вот все дерево. А внутри и внутри дерево. А вот это силикон сверху. Угу. Ладно, пока я это возьму. Смотрите, сколько здесь красоты. Это все к Пасхе. Шикарно, да? Все такое розовое, такое нежное, голубое. А вот видите, это скатерти на стол тоже такие весенние, красивые. И горшки тоже красивые. В общем, сейчас дома обзаведемся и будем обживаться, как говорится. Так, пойдемте найдем сразу то, что надо. Потом будем рассматривать то, что не надо. Так, похоже, того тонера, которым я пользовалась, нету. Да, есть другие. Это, знаете, какой? А, акуличный. Стоит он 10 долларов. Вот еще какой-то с гиалуронкой есть тонер тоже, без алкоголя. Стоит 4 доллара. Кстати, у меня еще заканчивается эта мицеллярная вода. Это мицеллярная вода. Вот мицеллярная, вот мицеллярная, вот мицеллярная. Мне такая с нажималкой тоже удобная. Представляете, там, не знаю, литр был, наверное, и закончился. Надо будет тоже сколько купать. Может быть, сразу купить. 5 долларов стоит вот эта мицеллярная вода. А это? Так, это тоже 5 долларов. Тут, кажется, много вообще мицеллярной воды. Разный. Так, что с тонером-то делать? Вот это тоже тонер. Вот еще мицеллярная вода какая-то есть. Какая-то лабораторная. 9 долларов стоит. 400 миллилитров. Маленькие есть мицеллярные воды. Вот это тоже вот какой-то, знаете, 7 долларов. Тоже, наверное, хорошо макияж должен убирать. Вот из Элизабет Форден тоже есть. Тоник. Лосьон, короче говоря, 8 долларов стоит. Вот мицеллярная вода маленькая. Но для дома, мне кажется, можно и большое сразу брать. То, что удобнее. Ее же не возить никуда. Так, мицеллярную нужно попробовать. Вот эту что-либо пробовать. Где написано, что она мицеллярная? Наверное, не мицеллярная. Майкап. Ну, написано, что хорошо убирает майкап. И глаза, и все на свете. Попробуем. Где-то еще этой фирмой я видела что-то. Или взять нормально мицеллярную, так мицеллярную. Вот мицеллярная еще какая-то. О, какая-то интересная. Что за фирма? Чье производство? Не знаю, чье производство. Французское. Может, это попробовать? Давайте попробуем. Какая-то французская. Так, ее возьмем. Так, еще вот такой тонер. Розовая вода. Тоже 10 долларов стоит. Не знаю, хорошая это косметика или нет. Марио Бодеску. Чье тоже производство. Американское. Окей. Столько всего, ребята. Просто глаза разбегаются. Вот это что такое? Это на ночь. Вот еще тонер. Мне вот понравился почему-то вот этот. Давайте его попробуем. С гиалуронкой. Он тоже вот так нажимается, что удобно. Не надо его переворачивать, наливать. Так, он стоит 4 доллара. Фирма Клиника Воркс. Сейчас я скажу вам. Вот состав у него неплохой, в принципе. Хотя подождите, сделано, говорите. Придумано в Штатах и сделано в Китае. Ну ладно, проверим. Тут уже купальники завезли. Чувствую, да, что, наверное, скоро все-таки должно быть по календарю лето. Но пока что что-то его нету. О, кстати, сумки. Помните, у меня такая голубая я покупала. Классная сумка. 70 долларов, по-моему, я ее дешевле покупала. В новом цветах появились. Какие-то розовые нынче, да, похожи. Сумки, смотрите, сколько розового. Глянь, просто развесили по разным цветам. Такие сумки сейчас модные. Стив матан, смотрите, какая оранжевая. 35 долларов. Они, похоже, примерно по цветам развесили. Вот что такое. Кто-то запрятал сюда. Такая интересная сумка. Сколько стоит? 70 долларов. Дизайн интересный, да, вот этой вот крышечки. Деревянные сумки тоже продолжают свое выступление на арене моды. Так что давайте посмотрим, что тут в обуви есть. Это вот все, что моего размера представлено. Так. Ну, это все еще. Все, всякие шлепки. Сандали. Туфли хоть. Туфли. Где туфли? Туфли-то где? Туфли. Ну, это слишком. По-моему, да? У меня такие, кстати, были в детстве. Так, что вот это такое. Это слишком, мне кажется, подошвы совсем никакой нету. Типа балетки. Вот это тоже, наверное, примерно такие же. Ну да, балетки это. Сколько такие стоят? 30 долларов. Так, что еще есть? Что-то Steve Madden какое-то блестящее. Что-то тоже. Ну, тоже типа палетки. Сколько стоит? Да, 30 долларов. Хочется, чтобы подошва была хоть какая-то, а не просто, а не просто что-то ухранить бы. Ну, вот, кстати говоря, неплохой вариант. Белые, правда. Они такие, знаете, молочные немножко цвета. Сейчас скажу, сколько стоит. 30 долларов тоже. Но хотя бы у них есть подошва. Какого-нибудь покоричневого цвета. Но модель мне не нравится. Так, это что? Это тоже без подошвы. Боже мой. Это что-то такое? Что-то не очень симпатичное. По мне так. Слушайте, выбор это особо. Особо-то нет выбора. Черные, лаковые. Такие у меня похожие были когда-то. 30 долларов стоят. Есть еще вот такие. Ну, в таких не особо не побегаешь. Моникляйн это такие лаковые, модельные. Больше. Вот такие еще есть. Сейчас покажу вам. Если бы это еще. Но мне они по дизайну как-то мне очень нравятся. Сколько стоит? 25 долларов. Да, похоже, с этим проблема здесь. Так, это большиня будет. 8,5. Они тоже без подошвы практически. Балетки вот такие тоже есть. Но не хочу, честно говоря, балетки. Но цвет красивый. Еще вот такие штуки. Ну, не знаю, как они называются. Собо. Или как они называются. Не знаю, как они называются, проще говоря. Но они прям открытые совсем. Вот такие еще есть. Они похожи на кожу. Но мне, честно говоря, по дизайну как-то не очень нравится. Сейчас скажу, сколько стоит. 35 долларов. Ну, наверное, не совсем больше. Честно говоря, это 35 долларов стоит. Если что, смотрите, вот. Как шлепки. Но типа. Как они называются, эта вот модель обуви? Мюли, да? Или как они называются? Что-то типа того. Но насколько они практичные? Вот эти вот, наверное, практичные в плане того, что они среди. Резинка прям. Стоит, наверное, недорого. Ну, короче, ребята, что-то я не могу ничего тут особо-то найти. Вариантов-то нету. Особо вариантов нет. Единственные вот игры, которые мне понравились, это вот эти вот. Но они, мне кажется, слишком белые. Не под все подойдет. Ну, как-то, не знаю. Может, поверить хотя бы. Вот так они смотрятся. Ну, кстати, ничего такие. Довольно жесткий задник. А так они, в принципе, удобные. Удобные. Такое ощущение. Как будто там такая поддержка изнутри. Неплохая. Но не совсем их наденешь. Платики уже столько всяких завезли. Кстати, все зимние куртки все уже убрали. Ничего нет. То есть уже зимнюю курточку даже и не приобретешь. Ни тепленькую, никакую. Так. Хочу какой-нибудь кардиганчик новый. Но что-то ничего такое. Все такое бледненькое, бледненькое. Вот что-то есть. Ну, это не кардиганчик даже. Какая-то кофточка. Ничего нету из такого. Вроде еще не тепла. Хочется еще какого-то тепла. А уже все. Ничего нету. Ничего. Вот видите, вывесили уже летолетние. И брюки такие летние. Длинные похожи. Судя. По всему. 17 долларов. Вот такие короткие тоже. Тоже хороший такой летний материал. Смотрите, юбка. Брюки. Тоже, по-моему, долларов 17 стоит. Прямо как юбочка. Вот такая. Джинсы. Вот, по ходу моду возвращаются. С джинсами сделано вот это. 25 долларов платье. А вот это тоже похоже на джинсу. Хотя нет, может быть, и лен. Но главное, что платье и джинсы. Смотрите, сколько разных. Вот таких. Вот таких. Юбки, смотрите, тоже какие летние. С интересными принтами. Они такие плессированные. Какие-то плессированные. Вот это плессированная юбка. Вот это тоже желтая плессированная юбка. А вот это вот с таким валанчиками. Разные-разные цвета. Смотрите, сколько разных. Вот тоже такие есть. А, они на запах. В общем, и штаны соответствующие. Все такое цветочное. Вот видите, тоже еще зеленые. Вот такие тоже джинсовые. Сарафаны. Сарафаны. Но у тебя подороже стоит. Стоит 40 долларов. В этом году просто буйство красок какие-то. Смотрите, вот тоже юбка. Какого цвета? А вот. Обалдеть. Они, правда, какие-то остаточные остались. Фиксия с размера. 60 долларов. Вот так вот. В этом году. Смотрите, какие цвета. Обалдеть. Так, у нас есть добыча небольшая. Так что... Ну, не все то, что хотелось, нашла. Но вы по обуви видели, да? Какое, в кавычках, разнообразие. Что поделаешь? Что поделаешь? Так, вижу, тут еще есть носки. Да, Леша у нас вырастает из носков, как не знаю кто. Ну, наверное, надо чуть-чуть повыше. Повыше. Может, вот такие взять. Но мне кажется, это большой какой-то размер. Сейчас посмотрю. Large, да. А поменьше. Вот, вот. Фирмы нету, да? Ладно. Так, ну что. 15 долларов 24 цента. Представляете? Когда это из Маршалца выходило с таким чеком? Это же просто... Не знаю. Зря потраченное время. Осталось быть не так. Нет. Ей, да. Я не знаю. Я поделюсь. Я не знаю. Это вроде бы...